Добрый вечер! Сегодня мы продолжим говорить о фотографиях в XIX веке и узнаем о том, как же фотография была признана как вид искусства и как она развивалась до конца XIX века. Конечно же, первыми своего соперника в лице фотографии увидели живописцы, иллюстраторы книжной графики, которые очень опасались угрозы потери заказов и, собственно, утраты рабочих мест в силу появления такого высокоточного и современного инструмента для копирования, как фотография. И известный художник Хольда Роша очень печально, но тем не менее с некоторым энтузиазмом сказал знаменитую фразу «Отныне живопись умерла». Однако сейчас, в XIX веке, находясь в галереях, мы можем сказать о том, что он был неправ, к счастью, и живопись, конечно же, продолжила существовать и вышла с нового уровня, так же, как и фотографии, но они развивались параллельно, как разные виды искусства. Изобретение Фредериком Скоттом Арчером, мокрого колодионного процесса, о котором мы говорили в прошлый раз, по времени совпало с созданием «Братства при Рафаэлита». Это сообщество художников, которое в 1848 году возникло в Великобритании. Оно было создано Уильевым Холманом Хантом, Дантом Габриэлем Рассетти и Джоном Миллисом, которых вы видите на фотографиях. Это были молодые живописцы. Они были против системы академического образования, были против консервативных вкусов, которые царили в викторианском обществе того времени. Их вдохновляла живопись итальянского фротто-ренессанса и XV столетия. Отсюда они и взяли свое название при Рафаэлиты, дословно до Рафаэля, до великого Рафаэля Санти. В отличие от большинства художников классической школы, участники «Братства» очень восторженно приветствовали возникновение фотографии, потому что сами ратовали как раз за точное и скрупулезное воссоздание натуры, что было не свойственно английской живописи того времени. Сами при Рафаэлиты все свои полотна создавали отчасти с натуры. Точнее, это полностью с натуры, но модели они, как правило, писали в студии своей, а интерьер, точнее экстерьер, они писали, выезжая на планеры. На тот момент это было непопулярно. И в обществе они были также достаточно непопулярны, поэтому в этой своей непопулярности они сошлись вместе с фотографией и были достаточно большими ее приверженцами. Сами при Рафаэлиты использовали фотографии для создания своих работ. В частности, здесь мы видим фотографии Данте Габриэля Рассетти. Он фотографировал Джейм Морис для своих работ вместе со своим другом. Спустя несколько лет после образования «Братства при Рафаэлита» в Англии появилось течение за высокохудожественную фотографию. Организаторами этого движения были Оскар Густав Рейландер и Генри Пич Робинсон, оба изначально художники. Они были тесно связаны, тем не менее, с при Рафаэлитами и разделяли их идеи. Участники этого сообщества в забысках художественной фотографии трактовали фотографию, собственно, сам снимок, в связи с канонами живописными полностью, то есть композиция, свет, поскольку о цвете тогда еще речи не шло. Но они рассматривали уже тогда фотографию как новый вид искусства и пользовались ею. Между живописью и фотографией, если говорить об этом, довольно много схожестей. Прежде всего, и живопись, и фотография способны запечатлеть определенный момент, хотя некоторые считают, что только фотография способна отобразить именно реальный момент времени и передать его достаточно правдиво. Но при этом также принято считать, что фотография не является таким высоким искусством, как живопись, поскольку фотограф только отображает то, что он видит в реальности. Он якобы не создает ничего нового. Это именно та критика, которая подвергалась фотографии в 19 веке. При этом же художник создает сначала идею, у него возникает образ, и он полностью переносит его из своего сознания на холст. А фотограф может создавать эту идею уже исходя из тех предметов и объектов, которые он имеет под рукой. Как в фотографии, так и в живописи основную роль играет сам объект, на который художник и творец переносат свою мысль. При этом и картины, и фотографии они могут быть абстрактной, точной, реальной, двусмысленной. То есть очень большая вариативность. Фотографию принято делить на прямую, так сказать, традиционную, которая полностью создаёт то, что она видит, без предварительной подготовки и без, что важно, без последующей ретуши кадров. И также второй вид фотографии — это так называемая выдуманная фотография, когда фотограф полностью создаёт композицию, каким-либо образом воздействует на то, что происходит по ту сторону кадров. Здесь мы видим иллюстрации к саге о короле Артуре. Подобно живописцам того времени, фотохудожники черпали вдохновение в мире образов средневековой английской литературы, в произведениях английских поэтов-классиков Шекспира, Мильтона и создавали таким образом свои работы. Очень многие художники впоследствии начинают пользоваться собственными же фотографиями для создания работ. Здесь несколько примеров. Также это и для создания пейзажных работ. Или же чуть позднее, буквально в 80-х годах и уже в начале 20-го века, некоторые фотографы вдохновляются художественными композициями, художественными произведениями для того, чтобы создавать фотографии. Однако фотографы не только стремились освоить фотографию при помощи известных живописных средств, они не только подражали живописи, но они также развивали, собственно, те особенности, которые давала фотография как вид искусства, и все ее технические моменты. И первооткрывателем в этой области считается Оскар Густаво Рейландер, мы его видим на фотографии. Он считается отцом художественной фотографии. Он заинтересовался ею в 1850-х годах. В 1953 году он приехал в Лондон из пригорода, где жил на то время, и обратился к фотографу Николасу Хайнаману и попросил его быстро, буквально до конца дня, обучить его фотографии, чтобы он успел вечером на поезд. Именно так, в несколько ироничной манере, он рассказывает о том, как же он, собственно, приобщился к фотографии. Известность ему принесла аллегорическая композиция «Два пути жизни». Фотография выполнена в технике фотомонтажа, и для ее изготовления понадобилось 30 негативов. На тот момент негативы — это стеклянные пластины, приблизительно стандартный размер — это 40 на 60 сантиметров. Здесь ему потребовалось 30 таких пластин, для того, чтобы создать композицию. Почему же он работал именно так? Помимо того, что композиция достаточно большая по размерам, это 76 на 40 и на 64 сантиметра, то есть достаточно большая. Почему же он так сделал? Потому что объективы на тот момент были с фиксированным фокусным расстоянием, то есть вы не могли приближать или отдалять. Изображение пользуясь только объективом. Вам нужно было двигать саму модель. И также объектив не мог дать одинаковую резкость по всей площади кадра и на всех планах. Поэтому здесь ему пришлось даже использовать некоторые математические вычисления, для того, чтобы в правильных пропорциях выставлять модели. Работа создана на основе композиции афинской школы Рафаэля. И для фигуры мужчины в центре он использовал самого себя. Это был такой его автопортрет. Здесь видим негативы, которые он использовал. Эта фоторабота была изготовлена тиражом по крайней мере пять копий, которые были известны. До наших дней дошла только одна, которая выставлялась в Королевском обществе. Также интересным фактом считается то, что в 1857 году она была выставлена на выставке сокровищ искусства в Манчестере, где ее приобрела королева Виктория и тем самым несколько реабилитировала Рейландера, которого до этого дискредитировала выставка в шотландском фотографическом сообществе, когда он подал туда свою работу для того, чтобы ее выставить. То шотландское сообщество произвело изначально бурные дебаты, вследствие которых часть фотографа вообще вышла из этого общества, впоследствии организовала свое. Из-за чего же это было? Именно из этих фигур, которые мы видим на слайде, из-за обнаженных фигур, в саму композицию согласились выставить, но эта часть работы была завешена трапировкой для того, чтобы не шокировать публику. Эта работа представляет собой сагу о двух молодых людях, которые идут, соответственно, по двум разным путям в жизни, по пути праведности и вот такому греховному пути, который представляют эти полуобнаженные фигуры. Следующий эксперимент его заключался в том, что он использовал для работы тяжелые времена многоэкспозиционную композицию. Он также использовал несколько негативов, в которые накладывал один на другой. Это была вторая и последняя его работа в этой сложной технике, потому что, скажем так, его не особо тепло приняли с этими работами, потому что на тот момент коллаж фотографий считался как мошенничеством или же жульничеством, поскольку это было как издевательство над совершенно точным новым инструментом, который с таким трудом был придуман, а вот так над ним издеваются. Также он создавал вот такие композиции с детьми. Что интересно, он любил путешествовать, и эти фотографии сделаны в его студии. Он их фотографировал не на улице, но с улиц он брал эти сюжеты, то есть он видел какой-то сюжет, а потом в точности воссоздавал его уже, ища подходящую модель, одевая соответствующим образом, вот так вот искусственно воссоздавая то, что он видел. Одна из известных его работ вот с мальчиком слева, это «Бедный Джо», созданная в 1861 году. Она снова привлекла к Рейнандеру внимание, и он даже перебрался в Лондон и начал давать свои лекции как фотограф. Впоследствии он построил свою студию, которая напоминала по форме конус. Он построил ее отдельно от своего дома, из стекла и стали такая была конструкция. В узкой части этого конуса располагалась его камера. Это было сделано им для того, чтобы она как можно меньше внимания привлекала самой модели, и была как можно более незаметной для создания вот таких живых снимков. Но вообще о Рейнандере вследствие его вот этих экспериментов ходили самые разные слухи, вплоть до того, что... для того, чтобы проверить, какую экспозицию и какие настройки нужно сделать для камеры, он заносил в студию кота и смотрел на его зрачки. Были они расширены или сужены, и уже в зависимости от этого он производил соответствующие манипуляции с фотокамерой. В этой же студии создавались одни из лучших работ фотографа. Он снимал и вот такие жанровые лирические сценки, и также он создал один из известных прижизненных портретов писателя Льюиса Кэрролла. Сам Льюис Кэрролл приехал к нему в 1863 году, и впоследствии сам увлекся фотографией и даже создал свою собственную фотостудию. И еще одной из его известных работ было его сотрудничество с Чарльзом Дарвином. Он иллюстрировал фотографиями его работу о выражении и эмоциях, о выражении лиц, экспрессии и эмоциях у людей и животных. Для некоторых снимков он также позировал собственной персоной. В технике комбинирования Рейлендера поддержал и также работал Генри Питч Робинсон, талантливый художник, ставший фотографом, один из сооснователей общества «Завыска художественной фотографии». Вдохновением для работы этого художника служили живописцы Средневековья с их многосложными сюжетными композициями с большим количеством деталей, созданными на планере, как правило. Опять же, невозможно было воссоздать полностью некоторые сложные композиции, и он также занимался комбинированием. В силу того, что он был художником, изначально он создавал эскизы работы, а уже впоследствии выстраивал свою композицию. Сохранились его карандашные наброски этих работ, и иногда он делал один снимок, а потом уже к нему дорисовывал эскиз. Он отдельно подыскивал натуру, мог отдельно снимать, собственно, пейзаж, отдельно снимать разные жанровые вот такие композиции с людьми. Отдельно снимал каждый план, и это иногда было сопряжено с некоторыми трудностями. В частности, он вспоминал, что лето 1860 года выдалось достаточно дождливым, все-таки Лондон, Англия, и ему пришлось... Он сделал один снимок, ему нужно было сделать еще несколько для того, чтобы закончить работу, и он ждал целых пять месяцев для того, чтобы завершить свою работу, поскольку погода не давала возможности это сделать. Также он известен тем, что создал композицию... Возвольте месяцах... Композицию «Уходящая» о девушке, которая умирает от чахотки в кругу членов своей семьи. Это была первая техника, его выполненная в фотоколлажировании, но публика ее приняла не очень тепло вследствие именно того, какую тематику он отобразил на этой работе. Ходили слухи о том, что это была не просто постановочная работа, он действительно снимал умирающую девушку, и это как бы не прибавило его популярности. Также он известен тем, что благодаря нему появилась виньетка, которая сейчас известна каждому фотографу. Именно он первый ввел этот прием. Он использовал специальные трафаретные накладки на объектив для того, чтобы создавать такие овальные композиции. В 1860-61 году он создает одну из своих известных работ «Леди Шалотт» по мотивам Альфреда Теннисона, которая вызывает тоже неоднозначные реакции, но она интересна тем, что он вдохновлялся теми самыми прерафаэлитами, в частности, работой Миллиса Фелия. То есть, как мы видим, фотографы и художники в тот момент представляли собой достаточно тесную общину, и многое перенимали друг у друга. Конечно же, это был очень узкий закрытый круг еще людей, поскольку даже фотографы разделились на несколько, скажем так, лагерей, которые ратовались. в съемку только в студии, за правильную съемку с четкой фокусировкой по выверенным правилам и за любителей именно художественных приемов. Робинсон впоследствии отошел от фотографии и занялся литературой, но он и этим интересен любителям исследования фотографического дела, потому что писал он, собственно, о фотографии. и он утверждал, что любой обман, трюк и колдовство любого сорта открыты для фотографа, и именно в этом он видел прелесть фотографии. Помимо прочего, Робинсон открывает свою фотопортретную студию. Она интересна тем, что эта уже студия работает не только для его личных целей, она служит для, скажем так, его заработка, как фотографа. И даже здесь фотоателье, по сути, были построены по принципу мастерской художника. Мы видим, что стена, северная стена, откуда не падает солнечный свет, и потолок были стеклянными с разной системой зашторивания, которая позволяла также регулировать свет в зависимости от нужд. Были специальные фоны, начинали изготовляться, рисованные фоны, появлялась типовая мебель. Вот, такая реконструкция. Фотоателье, по сути, заменили услуги художника. Это, собственно, то, чего сами художники опасались, но к чему все-таки пришло, потому что заказать портрет у живописца это было очень дорогое удовольствие. Это была тоже, как и фотография, индивидуальная работа, но это было действительно очень дорого, и зачастую позволить себе портрет семья могла только один раз в жизни, это перед похоронами. Поэтому услугами фотографа начинают пользоваться достаточно активно, и сами фотографы строят свои фотографические портреты, как и студии, именно по принципу того, как работали художники, потому что это было что-то совершенно новое, и естественно, что они действовали, исходя из того примера, который у них уже был. Но это не говорит о том, что они хотели как-то помешать или выжить художников, как те волновались на тот момент. Поскольку достаточно долгое время требовалось для создания портрета, появляются специальные держатели, допустим, чтобы держать голову или руки, чтобы модель не смазала снимок своим движением. Также живописный портрет становится все-таки привилегией достаточно богатого класса изначально, и это позволяет фотохудожникам расширять арсенал своих фонов, которые изображают и беседки, и даже лесные поляны, иногда даже бывали целые композиции с лодками и вот такими сложными конструкциями. В первом таким известном фотоателье было, как я уже сказала, ателье в Англии, но в Америке также активно развивается фотографическое дело, и оно было там представлено в лице фотографа Джона Лока, профессора химии, и в США основными центрами развития фотографий были Нью-Йорк, Филадельфия и Бостон. В марте 1840 года открывается в Нью-Йорке дегеротипная портретная студия, в 1953 году таких ателье уже больше сотни, в то время, как в Лондоне их остается всего несколько. В Америке фотография начинает распространяться гораздо-гораздо быстрее, вплоть до того, что в штате Нью-Йорк был даже отстроен город Дегеравиль, где занимались дегеротипами, соответственно. Ну и кроме того, в США больше, чем в Европе было таких бродячих фотографов, которые передвигались на своих повозках, тоже был пример в прошлой части лекции о военной фотографии, как передвигались тогда фотографы. Популярность дегеротипного портретирования очень удивительно возрастала. В 1941 году, в 1841 году в Париже было сначала чуть больше 10, но уже 10 лет спустя больше 50 ателье. То есть, это было достаточно популярное и прибыльное дело. И не закрывались, только начинали все больше разрастаться. И в таких ателье заслужили иногда целые артели мастеров, которые помогали работать. это были химики, печатники, летушеры, обрезчики, не говоря уже о людях, которые просто зазывали иногда прохожих и популяризировали работу фотографа. И хотя изначально в таких мастерских работала только семья самого художника. еще одним типом фотографии, которые начинают развиваться и безусловно лидируют, это визитная карточка. Как до визит, она пошла из Франции. Она сразу же завоевала в Европе всеобщую любовь, и такая картамания держалась на протяжении больше 10 лет, позволив продать больше миллиона таких карточек любителям фотографии. Она представляла себе такой пример экономики, потому что чтобы не наскучить зрителям, начинали выпускаться новые дизайны с разными подписями на разной бумаге, и конечно же с разными людьми, вплоть до того, что очень повлияла визитная карточка на создание известного нам культа звезд. Это одна из знаменитостей того времени. Она фотографировалась у только одного фотографа, то есть фотографы начинают, она фотографировалась у Сара Бернара, она фотографировалась у Нодара, одного из известных французских художников. Фотографы доходят вплоть до того, что фотографы заключают такие соглашения с некоторыми знаменитостями или просто популярными фигурами того времени на то, чтобы портретировать их, и некоторые знаменитости выбирали себе одного фотографа, к которому ездили даже в другие страны для того, чтобы создавать эти изображения, которые, естественно, потом тиражировались и продавались поклонникам. Очень в Англии очень повлияла на популярность визитной карточке королевская чета, королева Виктория была одним из, одной из тех персон, за которой следила, естественно, вся страна, и она популяризировала очень многие вещи, начиная от моды и заканчивая какими-то светскими хобби. У нее было несколько сотен альбомов с визитными карточками, и, конечно же, на популярность визитной карточки повлияло очень печальное событие, это смерть принца Айдберта, и вот его визитные карточки пользовались очень большой популярностью в Великобритании. Также можем видеть такие визитные карточки с Линкольном, которые впоследствии, после того, они были созданы еще до того, как он стал президентом, но после того, как он был избран, он даже упоминал о том, о благодарности к фотографу, который снимал его, потому что Линкольн считал, что визитная карточка сыграла далеко не последнюю роль в том, чтобы сделать его популярным среди населения. Еще одно интересное явление, которое, однако, не стало таким популярным, как визитная карточка, однако, несомненно, заслуживает места в этой лекции, это изобретение французом Франсуа Вильямом в 1860 году фотоскульптуры. Она требовала специального аппарата для того, чтобы ее проецировать, и специального аппарата, конечно же, для съемки, это была круговая съемка, и ее воспроизведение осуществлялось в виде слайдов для фонаря, а затем проецировалось на стену, либо же на какую-то поверхность специальную, и, несмотря на, однако, на такую достаточно интересную идею, из-за своей сложности она не получила большого распространения. портретомания приводит еще к одной любопытной форме человеческих изображений, это галереи. Это портретный поджанр, который изобретен был американцем Эдуардом Энтони, который в середине 1840-х годов создает национальную Даггерову галерею. И также начинают создаваться галереи, это было особенно популярно в Америке, коренных жителей Америки. Сначала это были такие суровые изображения, а впоследствии они начинают больше быть адаптированы для английской и европейской аудитории в таком стиле именно портретов викторианских. Особенно известны были Уильям Генри Джексон и Эдвард Кертис, которые путешествовали по Америке и создавали такие снимки, впоследствии они даже публиковали книги с галереями этих изображений. Фотография принято считать, что фотография начинает становиться на путь искусства именно начиная с Генри Питча Робинсона и создания сложных композиций. Также в 1850 году на ежегодной выставке искусств в Париже фотографии впервые было отведено место именно в разделе искусств, а не технологий, как было до этого. Именно в 1859 год и впоследствии 1863 года принято считать годами становления фотографии. В 1863 году она была признана во Франции как искусство, а в 1859 в Англии соответственно. Говоря о выдающихся мастерах фотографии нельзя не отметить одну из первых женщин фотографов это леди Клементина Гаварден. Она работала в 1860 годах, занялась фотографией, впоследствии устроила у себя дома фотостудию. В основном фотографией в Англии занимались именно ученые, леди и джентльмены, это было такое дорогостоящее хобби для них. И естественно, что их фотостудии были в их домах и как модели они использовали свое ближайшее окружение. В частности, леди Клементина портретировала своих дочерей. У них было пятеро дочерей. И также ее принято считать первым в мире фэшн-фотографом. Ее изображение изобилует изысканными платьями, головными уборами, драгоценными аксессуарами, то есть всеми теми вещами, которые она могла как светская дама использовать для создания своих работ. При этом она никогда не давала названия своим работам, все их она называла одним емким словом исследования. Также ее привлекала повседневная жизнь аристократии и все портреты обычно включены в домашний или вот такой дворовой интерьер парковый приусадебный. И иногда она меньше известна этим, но иногда она снимала и пейзажи. В ее работах широко ощутимо влияние малых голландцев, поскольку ее работы камерные и небольшого формата. Следующей фигурой, о которой также стоит поговорить, является миссис Джулия Маргарет Камерон, еще одна женщина-фотограф викторианской Англии. Первые работы Джулии Камерона относятся к 1863 году, но даже сегодня не могут послужить образцом для современных фотографов и вдохновить их. В частности, некоторое время назад ее работы вдохновили фотографа Анну Лейбовиц на создание интерпретации для известного модного журнала Vogue. Сама Джулия Камерон увлекалась живописью при Рафаэлита, создавала очень близкие работы и, что интересно, Анна Лейбовиц также создала небольшую серию работ, вдохновленную при Рафаэлитами, в частности, работами Рассетти. Это была целая серия о живописи Рассетти. В отличие от предыдущих фотографов, Джулия Маргарет Камерон была представителем именно любительской фотографии в прямом смысле этого термина. Она почти не продавала своих изобретений, не выставляла их, однако она сделала фотографию одним из, можно сказать, дел своих жизни, несмотря на то, что она занялась ей в достаточно солидном возрасте. Когда дочь подарила ей фотоаппарат, ей было 48 лет. Я очень люблю Джулию Маргарет Камерон именно за то, что можно сказать ее пример говорит о том, что никогда не поздно начинать. Она начала в 48 лет, занималась фотографией всего 10 лет в силу жизненных обстоятельств и тем не менее обошла в историю мировой фотографии. А фотография спасла ее от затянувшейся депрессии. В своих работах она использует мягкий фокус, за что ее неоднократно упрекали, поскольку говорили о том, что она просто не умеет пользоваться своей камерой. Раз ее снимки такие нечеткие на них, некоторые неточности какие-то скажем так технические недоразумения такие, как царапины или пятна, они появились не с течением времени, они будут там изначально на многих фотографиях, а над некоторыми фотографиями она работала специально, она и могла использовать те пластинки стеклянные, которые до нее никто бы не догадался использовать или не подумал, специально поцарапанной, либо же некоторое она царапала или красила сама, для того, чтобы допустим создать нимб над головой модели. И все это нам известно из ее рукописи, которая называется летопись моего стеклянного дома. Она переоборудовала курятник в свою фотостудию, а каморку, где хранился уголь, там у нее было проявочное. И вот именно в этой рукописи она описывала все свои работы, которые делала. Позировали ей также гости дома, друзья, семьи. Она портретировала вообще, если говорить о Джулии Камерон, во многих источниках, которые рассказывают об истории фотографии, мало говорится о ее художественных работах. В основном она упоминается как женщина, которая знаменита в своей галерее голов великих людей. Она портретировала известных людей своего времени, таких как Альфред Лорд Теннисон, тот же Чарльз Дарвин, Льюис Кэрролл. И принято считать ее вкладом фотографии именно то, что она запечатлела этих великих людей. В то время как сама она больше предпочитала заниматься художественной съемкой. Она иллюстрировала издание Альфреда Теннисона о саге, его рассказы о Короле Артуре. Она создала порядком 50 изображений, хотя Теннисону нужно было всего около пяти, по-моему, но она так сильно этим увлеклась. Ее муж позировал в роли Мерлина. И тоже встречаются интересные записи о том, что неоднократно срывал ей съемки, тем, что начинал смеяться в кадре, а как бы смех на фотографиях тому времени был достаточно проблематичным явлением. Одной из ее любимых моделей была ее горничная. И помимо прочего она снимала также и по Шекспиру и по христианским мотивам. А с технической точки зрения вот в этой неправильной фокусировке ее упрекал Чарльз Людвич Додссон известный нам как Юис Кэролл, который тоже занимался фотографией. И вот он был оппонентом Джулии Камерон в ее фотографическом процессе. Здесь Юис Кэролл запечатлен с Алисой Лидл, той самой девочкой, про которую он писал в Алисе в Стране Чудес, которую также фотографировала Джулия Камерон. Это было очень нечестное сообщество. Среди прочих текстов Юиса Кэролла также есть несколько произведений на тему фотографии, экстраординарная фотография, например, или легенды шотландской фотографии и фотографические дни, которые также интересны с точки зрения истории фотографии. И именно фотографию Кэролл считал своим главным интересом, а не литературу изначально. Он фотографировал в... Начиная вот с 1863 года, когда он позировал фотографу и узнал о фотографическом процессе, а затем он возвращается в Оксфорд, где учился, и на крыше в теплице оборудует свою студию и снимает в основном там. Он очень редко куда-то выезжает и он становится так называемым фотографом-джентльменом. Это было одно из так сказать самоназваний фотографов в то время, это как ученый-джентльмен, который занимался наукой. У него было такое звание ученый-джентльмен, здесь был фотограф-джентльмен. Он начинал со съемки архитектурных сооружений, статуй, каких-то медицинских образцов, в последствии он уже перешел к портретированию. Но известен он и больше половины его работ составляют фотографии детей. Он был интересен именно тем, что на его фотографиях он умел общаться с детьми так, что они соглашались ему позировать на такое длительное время. И есть воспоминания уже выросших людей, которые позировали ему в детстве, о том, что каждая такая фотосъемка это было какое-то удивительное приключение. у него был с собой чемодан, наполненный самыми разными вещицами, чтобы занимать детей и как-то отблагодарить их за съемку. Он в какой-то момент отказался от всей своей деятельности именно в пользу фотографии. Он не состоял никогда в никаких фотоклубах, ни в каких обществах, и единственная профессиональная выставка это была в 1858 году выставка лондонского общества, где он представил несколько своих работ. По подсчетам историков искусства он где-то 103 ребенка запечатлел, даже вру, это было 103 девочки. Он в основном фотографировал девочек, и вот 103 девочки он перечислил в альбоме своих фоторабот, перечислил все их имена. И в основном как, ну если посмотреть в сравнении на работы Джулии Маргарет Камерон, Кэрол занимался в основном полнорустовыми портретами, его интересовала композиция, его интересовала постановка фигуры, положение рук, жесты, а Джулию Камерон интересовала именно эмоциональная составляющая, это были в основном портреты, чтобы передать вот именно чуткое душевное состояние. самая крупная и колоритная фигура его французской фотографии 19-го столетия считается Турнашон Гаспар Феликс, работавший под псевдонимом Надар. Его работу мы видели в визитных карточках, где он фотографировал актрису. Он родился в Париже в 1840-м году, начал работать журналистом и сначала писал рецензии и в 1858-м году он занялся фотографией и сделал первые аэрофотографии. Он поднялся над Парижем на воздушном шаре и сделал съемку с воздуха. Он сделал это под именно этот его поступок, который он построил огромный воздушный шар, для своих затей и это вдохновило еще наверное на сочинение романа «Пять недель на воздушном шаре». Такой поступок. Он с 1855-го года начинает экспериментировать со светом и работает с электрическими батареями Бунзена и с всевозможными рефлекторами и шторами. То есть он ставит свет и всевозможными способами модифицирует его при помощи заслонок или каких-то направляющих средств, чтобы добиться того, чего он хотел. До него с электрическим освещением не снимали именно фотографы. Стиль его портрета был простым и строгим. Он снимал, как правило, на однородном фоне и все внимание отдавал именно модели. этим отличаются фотографы, которые относятся к художественному направлению от фотографов, которые снимали коммерчески в фотостудиях, которые, наоборот, стремились полностью подражать жирописи. Одним из самых необычных проектов Нодара и ранней фотографии в целом считается серия экспрессии Киро. Она представляет собой серию мимических портретов с отображением эмоций героя. В 1854 году она была выполнена и представляет парижского актера Шарля Дебюро в образе Киро. Также его портреты. За экспрессию Киро он получил в Париже в 1855 году золотую медаль. А чуть позже вместе со всей своей аппаратурой и светительными приборами он отправился в катакомбы и канализацию Парижа снимать такие вот сюжеты. Поскольку в некоторых случаях экспозиция требует до 30 минут он вместо живых людей использовал манекены снял таким образом около 100 сцен в катакомбах Парижа. Другим человеком который также работал в необычном направлении является Смит Адольф. Он был радикальным журналистом и социологом он был тем самым странствующим фотографом который передвигался в таком фургоне он выпускает ежемесячный журнал с его работой выпускается журнал Уличная жизнь Лондона он переводит фотографию на такие повседневные злободневные темы выводит ее на улицы и показывает жизнь города и начинает документальную фотографию с 1878 года и публикуется также книга с уличными видами Лондона и он фотографирует также пейзажи с такой сельской жизни вот по этой работе мы видели в начале лекции живописное полотно в этой же серии документалистики работал Питер Генри Эмерсон он создает фотографии такой архаичной Англии которая уже отходит в прошлое вместе с индустриализацией общества он ездил по отдаленным областям по отдаленным маленьким селениям и фотографировал жителей которых еще не настигла эта волна технического прогресса и сейчас мы перейдем к такой необычной теме которая тем не менее наверное является самой популярной и заходит о фотографии 19 века то есть это то что выдаст вам интернет если вы спросите у него о фотографии викторианской Англии это фотография постморта фотография мертвых людей это новое направление коммерческой фотографии которая возникла в середине 19 века практически с самого начала появления фотографии и оно вот здесь оно действительно пришло фактически на смену художникам которые до этого портретировали людей умерших уже было в основном распространено конечно же фотография детей потому что в викторианской Англии была огромная детская смертность так же как и смертность женщин роженец поскольку достаточно большой процент женщин умирал от родильной горячки это считалось абсолютной нормой пока не была обоснована бактериологическая теория врачи считали предложение о том что следует мыть руки оскорбительным поскольку у джентльмена не могут быть грязные руки а грязный фартук врача считался наоборот признаком его состоятельности что он так занят и так же не было разделения извиняюсь ушла немножко от фотографии но не было разделения на акушеров и хирургов то есть люди которые работали в морге тут же шли принимать роды поэтому смертность была действительно большой как среди женщин так вот и среди детей которых и запечатляли фотографы в таком необычном жанре на самом деле сейчас нам это может показаться странным кому-то и отталкивающим но на тот момент поскольку смерть действительно она была очень близко к людям и умерший он какое-то время оставался в доме сама семья готовила его к захоронению и это воспринимало весь этот момент момент похорон он воспринимался как момент именно очень близкого прощания с человеком а фотография была той единственной вещью которая останется после него поскольку не было такого что каждый день создавалось по десятку таких снимков и вы могли смотреть на человека в разное время снимок был только один а до этого это было всего одно живописное полотно а если это была бедная семья то не было даже и его и фотографы принимают скажем так эстафету у живописцев и создают фотографии в живописной манере как портреты а люди иногда посажены или представлены таким образом чтобы оказаться спящими иногда фотография была сделана так что ее можно было смотреть с двух ракурсов то есть либо горизонтально как будто человек лежит а если перевернуть он казался сидящим некоторые фотографы также отдавали свои снимки впоследствии на ретушь их немножко раскрашивали тонировали а иногда даже нарисовывали открытые глаза очень большое влияние на это явление оказала также королева Виктория после смерти своего мужа принца Альберта она ввела целый целый свод правил которые нужно было исполнять после траура и во время травмного периода и после этого также начинает изменяться и сама фотография фотография постморта фотограф который до этого концентрировался именно на человеке он начинает отходить немного назад и захватывает именно сам момент сам процесс если до этого если не сказать то в принципе можно и на некоторых фотографиях и не догадаться что это фотография постморта просто человек с закрытыми глазами потому что не видно ничего никаких атрибутов которые говорят о том что речь идет о похоронах после того как королева Виктория вводит свои новые правила какие-то то появляется целое направление людей которые готовят тело к погребению появляется специальная профессия в Англии профессия гробовщик человек который готовит мертвого начинает развиваться индустрия столяров которая обслуживает процесс подключаются флористы изготовители тканей начинают то есть из всего этого вырастает целая погребальная индустрия и фотограф отходя все дальше и дальше начинает просто отображать документально весь процесс то есть от человека от момента запечатления близкого мы переходим к тому у кого что богаче у кого красивее эти букеты и все такое то есть фотограф просто документирует такую бытность и в связи с этим можно затронуть немножко еще одну тему фотографии так называемой спиритуальной фотографии фотографии духов это больше такое направление можно сказать именно связанное со слухами поскольку естественно что ни одна фотография не подтверждена никак и документально не то чтобы документально никак не обоснована научно то что это действительно фотография духов но о ней стоит упомянуть поскольку это было действительно целое направление и некоторые фотографы специализировались на том что вот к ним можно было прийти сделать фотографию и получить вот такой снимок при этом несмотря на то что фотографии отправлялись на экспертизу нельзя было доказать что это был коллаж то есть фотоколлажирования не было но вот какие-то такие явления появлялись и еще одной отраслью и впоследствии фотография она уже начинает быть больше документальная то есть она выходит из художественной среды то есть она там формируется как процесс окрепает и выходит уже дальше на фотографию тоже немножко затрагивали это на прошлой лекции на фотографию ведет каких-то великих деяний человеческого рода это создание железных дорог постройка великих судов великих монументов и впоследствии уже она встает на путь науки первые вот микрофотографии фотографии живых организмов начинают применяться в медицине в частности эти снимки сделаны в доме для душевнобольных и являются пособиями к изданию о женской истерии и конечно же первая фотография сделанная в тот момент и именно в этот момент все это делается последствием дегеротипии и то есть это был тот самый процесс который длился 30 минут но фотография не стоит на месте в общей сложности около полвека как раз занял процесс дегеротипии до того момента когда на на мировую арену не выходит американская компания кодек которая начинает экспериментировать изначально с такими маленькими дегеротипными и макрофлодионными изображениями но уменьшает уменьшает формат начинает использовать местора колодия желатину пластины покрытые желатиной потом переходят на целлюлодную желатину и впоследствии появляется фотопленка и вот такие вот фотокарточки которые продавались с маленькой камерой в наборе то есть кодек становится фирмой которая популяризирует фотографию везде у них был свой символ так называемая кодек девушка кодек на их постерах изображена молодая девушка и призывное слоган возьми кодек с собой да вот и не пошел возьми с собой кодек потому что он так прост в использовании что с ним управится даже юная домохозяйка или же например даже ребенок такие камеры продавались как уже было сказано с маленьким набором этих самых пластинок за определенную плату вы могли отослать эти пластинки в компанию в ее представительство в вашем регионе они их напечатают и пришлют вам обратно если вы захотите то пришлют и такие новые пластинки кодек видимо осознав что фотография очень популярное хобби действительно был очень ориентирован на женскую аудиторию и в какой-то момент выпустил модель под названием vanity кодек она выпускалась в нескольких цветах в таком наборе с пудреницей и помадой на данный момент фотография конечно же шагнула вперед но на этом 19 век заканчивается и с компании кодек начинается история фотографии в 20 веке художественная фотография идет дальше в направлении пикториализма фотография документальная также идет своим путем на данный момент в мире все еще есть люди которые занимаются геротипной фотографией и фотографией в стиле в технике мокрого колодия но их всего несколько в мире поскольку вследствие того что технологический процесс шагнул далеко вперед осталось очень мало записей о самом оточном процессе и конечно же уже почти не осталось тех аутентичных очень сложно воссоздать именно эти составы которыми оперировали фотографы но такое направление действительно есть а на этом у меня на сегодня все большое спасибо за внимание если есть какие-то вопросы буду рада на них ответить по франции по франции такой известный французский фотор ахос да он умер в 1875 году и у него собственно известность пришла как он был в Египте и там все вот эти экзологии да я на прошлой части лекции как раз говорила о экспедиционных экспедициях фотографов и о том что изначально даже во Франции было создано общество которое фотографировало архитектурные сооружения самой Франции для документирования а потом да и во Франции и особенно в Англии было развито направление путешествующих фотографов потому что очень было много колоний по всему миру и конечно же до этого никто ничего этого не видел это было просто невероятное какое-то событие когда привезли фотографии крокодилов фотографии пирамид и это все издавалось альбомами и раскупалось с людьми потому что это вот как вы думаете после смерти босса продолжалась торговля именно его фотографиями? думаю да потому что если его семья осталась то думаю да потому что зачастую этим продолжали заниматься семьи и даже не то чтобы это была династия потомки могли не продолжать заниматься фотографией но они могли продолжать использовать то что осталось у меня есть фотография подписана после и вот поведу они ему до 75-го года такие тоненькие но качество у нас там освещенный был хороший практически там же не бывает дождя ну да то есть фотография качества хорошая потому что освещенность хорошая и вот где я говорю что фотографии качества но непонятно какая-то не отпечатана такое быстрое сравнение что им там уже больше оставлять ну вот это была проблема да иногда с датировкой если нашла фотографии и не написано подписано есть на нем эти фотографии после после и номера там даже есть хоть есть какая-то фотография нажимается продавец мумер послышали нет слышал вот у меня есть продавец мумер не знает сколько тысяч отпускал больше лень вот тиражность какая вот это ну это да к сожалению тут я тоже не могу сориентировать может еще у кого-то есть вопросы если нет то всем большое спасибо 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 Продолжение следует...